Доброе утро! Недорогие азиатские машины чаще всего у нас ассоциируются с узбекскими или китайскими. Теперь к ассоциативному ряду добавились и иранцы. Иран Ходрос Амант Норма. Седан, привод передний, двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 100 лошадиных сил. Трансмиссия механическая. Максимальная скорость 185 км в час. Расход топлива в городе 9,2 литра на 100 км. Автомобиль производится в Иране. Первое, что хочется сказать. Саманды выпускаются исключительно с кузовом седан. Почему именно так? Я не знаю. Дизайн не сказать, чтобы очень, но вроде и плохого ничего не скажешь. Передняя часть автомобиля неуловимо напоминает Volkswagen Passat и Renault 19 из первой половины 90-х годов. С тех пор много воды утекло. Зато качество сборки и окраски кузова для малобюджетной машины вполне приемлемое. Оказавшись в салоне, возникает ощущение дежавю. Ба, да это же почти аналогичный интерьер популярнейшей в прошлом модели Peugeot 405. Здесь очень много общих черт. Знаете, что интересно? Здесь очень уютно. Даже уютнее, чем в суперсовременных отечественных болидах типа Жигули. К тому же Саманд выигрышно отличается от конкурентов щедрой комплектации. Кондиционер, магнитола, центральный замок, встроенная сигнализация, гидроусилитель руля, электроприводы наружных зеркал и боковых. Согласитесь, недурно для просторного автомобиля ценой 365 тысяч рублей. Источником движения этой машины служит бензиновый двигатель. Его рабочий объем составляет 1,8 литра, а мощность 100 лошадиных сил. По нынешним временам не слишком высокая просировка. Неудивительно, что на верхнем диапазоне оборотов он малоэффективен. Зато на невысоких оборотах иранский седан чувствует себя весьма уверенно. Можно трогаться с места при минимальной подгазовке. Но самое главное – двигатель всеяден. 92-й бензин для него – то, что доктор прописал. На ходу Саманд особых откровений не представляет. Обычная переднеприводная машина. Порог устойчивости довольно высокий. Проходить повороты можно спокойно, с траекторией не соскользнешь. Что еще порадовало – то, что на крупных неровностях подвеску не пробивает, а на асфальтовой колее автомобиль не гуляет из стороны в сторону. Механическая коробка передач не самая лучшая, но поклонники нашей марки отметят, что скорости переключаются четче. Гарантия – 3 года или 100 тысяч километров. Первое ТО – 2000 километров. Затем каждые 10 тысяч. А норма час – около 600 рублей. Тормоза или нет – больше подходит слово «тормоз». И этим все сказано. Машина останавливается в точно задуманном месте. При нынешнем дефиците машин с действительно разумным соотношением цены и качества для всех найдется место под солнцем.